И снова всем привет, друзья мои! Сегодня у меня для вас опять очередное видео, которое я называю «Наши прогулки-болталки». Давно тоже у меня такой рубрики не было. Но я знаю, что многие очень ждали и ждут такую рубрику. Сегодня я расскажу вам, где мы с вами будем гулять и о чём мы будем с вами болтать. Такая красота, что я теперь даже уже и засомневалась, вы знаете, что лучше осень или весна ранняя. Здесь обычно я ставлю какую-нибудь музыку красивую в самом начале своих видео. Но я думаю, что вы меня поймёте и согласитесь со мной, что я оставила сегодня вот именно звуки живой природы. Пение птиц, где-то звон колокола вдалеке даст нам всем позитивный настрой. И мы насладимся просмотром этого видео. Итак, усаживайтесь поудобнее, друзья, и давайте начнём. Мы сегодня с вами погуляем по огромной, красивейшей территории нормандского аббатства. Я вам немного расскажу этот старинный нормандский дом. К сожалению, я не побывала внутри, когда здесь жил монах. А теперь здесь отель. Так вот, отель этот я вам показывала, да, посмотрите, кто не видел. Но что-то я даже не знаю, хочется ли мне в этот отель когда-нибудь попасть, хотя бы ночь провести. А почему я не хочу там ночевать и вообще снимать этот отель? Я вам сейчас попытаюсь рассказать вкратце. Вы знаете, поползли какие-то вдруг странные слухи от тех, кто здесь уже покупал себе апартаменты на временное проживание. Вот, и здесь, как я говорила, уже довольно дорого всё это стоило. И вроде бы поначалу людям нравилось. А потом, как-то, знаете, кто-то сказал или придумал. В общем, ночью видели здесь привидения и не одно. Мало того, что здесь старый монах со своей какой-то такой тусклой-тусклой лампадкой якобы ходил по этому дому. Но, к тому же, видели какого-то окровавленного мужчину с топором. И даже слышались какие-то стоны, крики. И говорят, что это был, возможно, палач вот тех времён, потому что аббатство-то это 12 век. Ещё было построено Генрихом Восьмым. Можете себе представить всю эту старину, да? Ну, а те, кто знает историю, наверное, ещё и знают то, что Генрих Восьмой казнил двух своих жён. Анну Болейн, вторую жену свою, он казнил, когда ей было 29 лет. Можете себе представить этот страх? Анна Болейн – это же мать Елизаветы I, великой королевы Англии. А вторая – это его пятая жена Екатерина Говард, которую также он казнил за измену. Посмотрите годы жизни, да? 25-й, 42-й. То есть он её казнил, когда ей было 17 лет. Ну, а женился, скорее всего, что ей было там вообще 15. То есть несовершеннолетняя. Мало того, что взял в жёны несовершеннолетнюю, так ещё и казнил за измену. Хотя была ли там вообще измена? Сейчас уже трудно определить. Король делал, что хотел. Сами понимаете, все факты были подтасованы. Просто разонравилась, вот и казнил за измену. Ну и потом 17-летняя девчонка была, наверное, настолько запугана, да ещё при том, зная, что он уже одну свою жену казнил за измену, Анну Болейн, то вряд ли она решилась бы изменять. Но вот, тем не менее, нужен был повод, чтобы избавиться от жены. Король его быстро нашёл. С Анной Болейн, конечно, была другая совсем история. Он в неё страстно влюбился, очень долго добивался, но она знала, к чему она идёт. Она себе поставила цель отдаться ему только, когда она станет королевой. И она смогла разрушить брак короля, который длился 24 года. Можете себе представить? Это первый брак короля Генриха VIII с принцессой испанской Екатериной Арагонской. И ведь ему пришлось, Генриху VIII, даже поссориться с церковью. Он поссорился с римским папой, который не давал ему разрешения на развод. Вот там случились такие страсти. Ну и представляете, наверное, всё-таки, как говорится, вот зато она и пострадала. Анна Болейн, что слишком много разрушила, в том числе, и, наверное, она разрушила даже все основные какие-то принципы, жизненные позиции короля Генриха VIII. О времена, о нравы, хочется воскликнуть. Но я слишком далеко, наверное, углубилась в историю. Вы, кстати, мне скажите, друзья дорогие, интересно ли вам то, что я вот такие вот исторические вкладки делаю вам? Ну а если вернуться к этому отелю, в котором люди видели привидения, то, вы знаете, очень сильно пострадал бизнес. Слухи эти распространились очень быстро. Сарафанное радио так работает. И вот никто не стал больше здесь заказывать номера. Я вот как возвращаюсь, так хожу здесь мимо. Посмотрите, видите, газета, газета или брошюрка там в двери торчит. Так вот она здесь торчит уже, наверное, целый месяц. То есть это говорит о том, что все здесь опять затихло, движухи никакой нет, никто не снимает этот отель. И владельцам бизнеса этого, наверное, нужно срочно переквалифицироваться и показывать теперь это с такими, знаете, рекламами, что здесь можно встретить привидения. Ну вот как-то так, наверное. Вы же тоже видели мои видео. Сейчас вам сверху еще одно всплывет. Я рассказывала много раз, что у нас здесь очень много мест на острове Уайт именно с привидениями английскими. И это как-то люди очень любят. И даже приезжают иногда программы BBC TV, которые снимают целые фильмы там о привидениях. Так, ну а мы идем дальше. Я вам еще хочу много что показать и о многом рассказать. Поэтому поехали мы с вами дальше. Я сейчас вам покажу private территорию, в которой мы с вами опять же много раз гуляли. И я показывала вам очень-очень много здесь таких усадеб, просто старинных замков, старинных больших домов, которые там за высокими заборами стоят у нас на побережье Соланд. Смотрите, помните, да? Пенс Уилард новый построен здесь. Модерновый дом. Стоит на продаже. Кстати, стоит на продаже уже давно. Наверное, много хотят. Ну, если кому интересно, вот здесь и телефон, и их сайт. Заходите, смотрите. Может, захотите купить. Вот. Все здесь. Или связывайтесь со мной. Я вам расскажу, где это, что это и как. Вот этот вход. Посмотрите, да? Вспомнили. А я зашла еще на одну private территорию. Здесь опять строится новый какой-то дом. Модерн. Постараюсь вам показать, если смогу дойти. Помните, вот этот вот дом прислуги. Я показывала вам. А вот там. Ой, собаки. Мама дорогая. Ну, вот там этот дом. Я, вы знаете, боюсь идти дальше. Вы слышите? Собака. Все они просто так. Ремонтируют вот этот дом. Видите? Помните? Вот этот вот огромный дом, дворец. Ой-ой-ой. Опять машины. Опять все то же самое. Хотя выглядит, конечно. Но здесь все уже давным-давно. Требует ремонта. Требует вложения денег огромных. Видите, как красиво выглядит здесь все. Замечательно. Ну, в общем, практически, конечно, мало что здесь поменялось. Может быть, после ремонта, после реставрации совсем по-другому будет выглядеть. И хотя мне рабочие разрешили зайти посмотреть, я думала, здесь нет никого. Но нифига подобного. Люди здесь живут. И дальше я все равно, к сожалению, не пойду. Все-таки это private территория, друзья. Вот видите, там машина стоит. Она уже тут, наверное, лет пять стоит под этим. Что за машина? Любезно. Очень, как сказать, так укутана. Укутана по-хозяйски. Да. Но уже давным-давно никто не пользуется. А посмотрите, дерево позади нее какое красивое, огромное. Еще одна старинная усадьба. Посмотрите, белка, да? Она настолько здесь похожа на настоящую, что я издалека подумала, действительно, настоящая белка. А нет. Видите, еще одна территория, private, частное владение. Очень далеко идти, вглубь, чтобы что-то увидеть. Здесь опять, как обычно, видите, виднеется справа домик прислуги, домик security, охраны. Пока бегала по private территориям, пропустила. Конника, лошадку. А это тюльпаны, друзья. Смотрите, желтенькие. Кстати, давно я здесь не гуляла по этой территории. Вам видео покажу, как это все выглядело. Пять лет назад, когда я практически здесь каждый вечер гуляла, мы здесь жили с мужем неподалеку, с Рентоном. Так вот, вот это вот гостевой. Ой, то есть домик прислуги тоже опять. А дальше там огромный дворец. Дом-дворец. И смотрите, судя по тому, что здесь опять же бетономешалка, все остальное, то, скорее всего, здесь тоже ремонтируют. Вообще, конечно, как говорится, сидишь-сидишь дома, потом как, вылезешь. Столько всего нового. И так быстро все меняется, что не успеваешь просто уследить. Я вот сейчас приду домой, буду вам это видео монтировать. И обязательно, конечно, найду, когда последний раз я была здесь. Покажу вам, как все это выглядело и какой был год. Ну, вот если вкратце сейчас объяснять то, что здесь произошло, можно так объяснить, что жили здесь примерно все хозяева, владельцы вот этих вот усадеб, богатые лорды. Когда-то жили полной жизнью, имели семью. Все здесь у них было прекрасно, и все процветало, и бизнес, и все. А потом эти люди постепенно-постепенно, конечно же, состарились. Дети уехали, они здесь остались одни. Дети где-то нашли себе другие места проживания. Решили, что здесь на острове им будет скучно. Ну, а старики, конечно же, уже одинокие, немощные, ничего здесь не могли изменить. И все постепенно-постепенно приходило в упадок. И в конце концов все эти старики, они один за одним поумирали, как это обычно происходит. И вот сейчас все здесь реконструируется, все перестраивается. Кому интересно поподробнее, посмотрите те видео, которые я вам скину, как эта территория выглядела раньше, что здесь происходило, и как здесь сейчас все изменилось. Знаете, наверное, уже даже будет это все у меня исторические хроники. Скорее всего, что пройдет еще десяток лет, и эту территорию мы вообще не узнаем. Поживем и увидим, как говорится. Знаете, так достали меня вот эти вот любители животных, когда я рассказывала, что я в лесу пугаюсь собак. И сказала, что здесь такие специальные надписи, которые предупреждают, что гулять с собаками только с поводком. Вот показываю вам, смотрите. Видите, написано? Держите собак на поводке. А вот еще. А вот еще. Ну и на меня набросились. Ходите молча, собирайте ваши одуванчики. Ну так вот, я вам и показываю. Читать умеете? Почитайте. Что написано? Тысяча фунтов штраф, если вы будете здесь собаку в лесу выгуливать без поводка. И это уже ваши проблемы. Что там собака? Каким намордником за что зацепится? И еще я показываю, видите? Настолько достали эти англичане со своими собаками, что уже развешивают везде вот эти вот предупреждения. Вот. Читайте те, кто тут набросился на меня, когда я рассказывала, что в лесу я не приветствую, когда собаки бросаются на людей. А теперь я серьезно вижу, что это уже не одну меня вот достали эти собаки. Потому что вот эти вывески, объявления, их появляется все больше и больше и больше. Ну потому что в самом деле, вы знаете, уже слишком вся эта любовь к собакам, она, по-моему, переходит все границы. Мало того, что разрешается заходить в автобусы с собаками, что разрешается заходить в пабы, в магазины, в рестораны приходят с собаками. И даже не с одной собакой, а с несколькими. И бывает, что одна собака бросается на другую, такая завязывается с воротом, драка. Кулачки летят, все люди в разные стороны. Вы понимаете, друзья, всему, как говорится, должен быть какой-то разумный предел. Я вообще любитель животных. И, по-моему, тоже рассказывала вам, что у меня по жизни всегда были собаки. Когда у нас был свой дом, то собаки тоже там были. Когда я переехала уже в другие города, с собаками проблемы. Держать собаку большую в квартире вообще не представляется возможным. То, что англичане обожают собак, это, по-моему, известная истина. И вот остров Уайт, кстати, назывался иногда даже собачий рай. Потому что здесь не по одной собаке бывает у людей, а по две, по три. Даже интересно, кстати, что вот когда я искала там на сайте знакомств себе партнера, мужчину, то там один очень симпатичный мужчина такой, он написал, «Я сразу в своей анкете хочу спросить, а есть ли здесь хоть одна женщина, у которой нет собаки? Пожалуйста, отзовитесь». То есть, понимаете, уже на самом деле людей достает это всё. Иногда владельцы собак сами признаются в том, что собак своих они любят больше, чем детей. И они детей вот не хотят заводить. А вот у них есть для этого собачки. Понимаете, им невдомёк, что собачек они своих обожают и любят. Но другим, может быть, эти собачки совершенно неинтересны. И сидеть в ресторане рядом с собачкой не всякому понравится. Ну вот представляете, как говорится, тренды чиху только зацепи. Еще раз вот эту вот стенку, видите? Вот она. 12 век, 1100, какой-то там мохнатый год. Представляете? Ну вот здесь вот это у нас территория старинного аббатства. Иногда эти стены очень хорошо сохранились, разрушены совсем немного. Иногда практически полностью разрушены. Вот там дальше, я гуляла, я знаю эту территорию, там даже в лесу встречаются развалины этих стен. Но тем не менее, по-моему, они в прекрасной форме, если учесть, что это 12 век, 900 лет назад, да? Представляете, как они строили так, что все сохранилось по сию пору. На чем? Ой-ой-ой. Да, вот так. Руины древних стен. А печуга заливается. Просто красота. Огромное дерево было. Смотрите, прекрасно себя чувствовала, ничем не болела. Но вот, к сожалению, распилили. Не знаю. Вообще, здесь трудно получить разрешение на то, чтобы какое-то дерево, даже ветки подпилить. Мы ждали полгода, чтобы у своего дерева, там липы во дворе, отпилить ветки, которые уже стучали в окна. Но здесь это фермерское хозяйство, территория фермы. Наверное, нашли какой-то резон, чтобы спилить это дерево. Ой, здесь, смотрите, все завалено. Здесь это, кстати, лес частный, прайват называется. Я зашла, хотела вам показать. Там вот, видите, тропинка. Но здесь почему-то упало прямо на тропинку дерево, обвалилось. Пройти, наверное, мне не получится. Да и не буду я по праве от территории бродить. Я просто хочу вам сказать, что, видите, если государственный лес, то за ним муниципалитет следит. и там все замечательно. Здесь вот частная территория не хватает, наверное, ни денег, ни возможности убирать здесь бурелом этот валежник. И вот так вот все это выглядит. Как бы, конечно, колоритненько, интересненько, но, тем не менее, чаще такая, что не пробраться. Вот этот, кстати, белый мох, он, знаете, говорят, очень полезный, применяется в медицине, в лечебных целях. Я точно не знаю, как он применяется, а знала бы, так то нарвала бы. Я люблю народную медицину, веды и старинные рецепты. кстати, наверняка, кто-то из моих продвинутых зрителей знает, как использовать этот мох. Расскажите, поделитесь, и мы тоже будем знать и будем собирать. Сколько разных мхов здесь. Вот это, по-моему, мох кукушкинлен, да? Но вот этот уж не знаю. Расскажите, расскажите, друзья. Ну вот, наверное, как-то так, друзья. Это я только лишь гуляю по территории нормандского аббатства и по private территории. Ну и рассказывала вам всё то, что здесь встречала. Что вижу, то пою, называется. Буду очень рада, друзья. Если вы поставите лайк моему видео, буду очень рада вашим комментариям. Пишите, что вы думаете по этому поводу. очень буду признательна за вашу подписку. Я надеюсь всё-таки, что сто тысяч тоже не за горами. А на этом, друзья, я на сегодня с вами прощаюсь. Берегите себя в это трудное время. Всем всего доброго, всем пока-пока. -пока-пока-пока-пока-пока.